Струнные технологии В последнее время специализируются на разработке и продвижении сайтов. С Анатолием Эдуардовичем Юницким они познакомились в далеком 1986 году на конференции в Гомеле. И этот фильм «Небо на колесе» был запечатлен, когда даже специально придумал экогенез, я сказал на конференции, что нужно говорить не о сохранении экологии, а о когенезе, то есть создании зановой экологии. А в том проекте как раз это была возможность, это основная мысль была, то есть восстановление экологии. До сих пор все технологии являлись разрушающими, даже если это созидающая технология, она обязательно разрушала или окружающую среду, или что. Данная концепция, фактически это первая концепция, ну как бы сказать, она экогенная, то есть это первая в истории фактически экогенная технология, порождающая. И вот совершенно недавно я в интернете, совершенно не случайно, безусловно, исходя из всей предыдущей истории, наткнулся на этот проект и сразу, конечно, вышел с Анатолием на связь, потому что мне колоссально интересно участвовать, так сказать, в реинкарнации того проекта, который был в новом рождении, привязанном уже к Земле, а не к космосу, что вот на данный момент гораздо важнее, потому что уже время изменилось, раньше люди больше в космос стремились сейчас. Вот это крайне важно, тут одновременно совмещается ряд факторов, то есть это новая технология, это сохранение экологии, это большая экономия ресурсов, все это в куче, ну просто гениально. Видите, какой бы транспорт я ни взял, есть колоссальная взаимодействие с окружающей средой, но он опасен. И проблема экологии вылазит. А поскольку будет использоваться только внутренние системы, то эта система будет экологически безопасной, потому что наружу не будет выбрасываться ни энергии, ни химические продукты, ни что-то иное. Потому что это будет на этой системе включено. Именно поэтому и 30 лет назад я с огромным интересом взялся помогать, продвигать, и сейчас тоже с огромной радостью. Займусь этим делом, продвигая в Украине, помогая продвигать в Украине эти идеи, так, чтобы и там были возможности в свое время запустить этот проект. О всех преимуществах струнного транспорта генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий рассказал Владимиру, подробно останавливаясь на важных факторах. По пролете, допустим, 50 метров, комфортно двигаться на скорости 100 км в час, неровности пути на пролете могут достигать через 100 мм. И человек не будет ощущать, он будет плавно ехать. Чтобы на этом пролете ехать со скоростью 500 км в час, неровности должны быть не более 7 мм. То вот эти улучшения, прогрессивные решения, оптимизация, она касается всего. И подвижного состава, путевой структуры, анкерных опор, опор, грузовой системы. Потому что в следующем году, в осень, мы покажем вот это. Владимир, в свою очередь, поделился своими идеями по сотрудничеству и продвижению струнного транспорта. С появлением эпохи интернета я полностью погрузился в интернет. Это еще, естественно, в конце прошлого века, конец 90-х. И с тех пор очень много работаю над продвижением сайтов. То есть мой первый сайт был в 98-м году, персональный создан. Потом появлялись другие. Сейчас более 300 сайтов. Я свой хостинг имею, я регистратор доменных имен. И в совершенстве знаю все способы продвижения, как правильно и наиболее эффективно, и наиболее оптимально продвинуть проект в интернете с наименьшими затратами, с большей эффективностью. То есть, чтобы, говоря уже языком коммерции, чтобы стоимость приведенного клиента была минимальная. В конце встречи наш гость из Киева признался, что грандиозные проекты всегда ему были очень интересны. Вот именно, не пугает, а наоборот стимулирует действия. Мне интересны большие проекты. Именно поэтому я заинтересовался тогда тем проектом. Поэтому сейчас заинтересовался этим. Это уж наиболее интересно, работать над чем-то глобальным. Когда, конечно, очень хорошо, когда получаешь определенную прибыль. Но еще лучше, когда оставляешь себя в каких-то глобальных таких совершениях. Безусловно, тут я как художник тоже. Мне нравится, когда мои картины по всему миру на выставках висят. И люди на них смотрят. Это замечательно. У меня более 60 выставок в 12 странах. Это как бы определенный разговор с людьми посредством искусства картины. А здесь разговор с людьми посредством технологии. Приглашение к диалогу. То есть, вот это вот именно сбор людей на этот проект. Откаут инвестинговые совершенно гениальнейшие темы для проекта. Идеальный способ поговорить с людьми о будущем. И вместе созывать это будущее.